МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продемонстрировали, как можно дать отходам и мусору вторую жизнь. Сказочное небо, идеальное море и джаз. О лекциях и встречах в нашей рубрике Афиша. 16-й Московский международный салон изобретений и инновационных технологий Архимед открылся в Москве. На площади тысячи квадратных метров гостям представит выставку достижений человеческого разума. Подробности в сюжете. Инновационная ярмарка расположилась на импровизированных улицах. Каждый экспонат уникален. Но осмотрев около 300, нетрудно заметить сходство. Школьников интересуют роботы и летательные аппараты. Внимание юных школьниц сосредоточено на окружающей среде. Они предлагают свой вариант красной книги. Вузовская же наука мыслит категориями, не всегда понятными обывателю. Здесь и композитные материалы, и комплексы энергосбережения. Одно объединяет разработки российских вузов. Они решают конкретные проблемы региона. Инновации в области медицины разработали ученые Чеченского государственного университета. Очень много проектов по экстремальной медицине. Это гемостатический браслет Султана, имеет патент, авторское свидетельство. Оклюзионный пояс Султана, вазокомпрессор при минно-изрывных ранах, горный орел, многофункциональная каталка, которая так необходима при локальных войнах. Также вузам разработаны проекты, актуальные в мирное время. Связаны они с сельским хозяйством. Смарт-теплицы создают под потребности обычного фермера. Теплицы можно управлять удаленно. На этом макете осуществлено дистанционное управление через мобильный телефон. То есть можно дозвониться на встроенный телефон. Там в этом блоке встроен маленький телефон, на который можно дозвониться. То есть он автоматически принимается. И дальше цифрами можно управлять. Чудеса технической мысли демонстрировали зарубежные гости. Трудности перевода компенсировали красотой картинки. Китайские и корейские инноваторы в принудительном порядке предлагали ознакомиться с разработками. Помимо производственных инноваций, есть на выставке идеи, применимые в обычной жизни. Коллективным разумом, то есть путем краудсерсинга, создают образовательные игры для детей. Эта игра обучает детей, собственно, тому, какие бывают насекомые, каким отрядом они принадлежат, как они устроены, да, где у них какие лапки над крыльями, головогрудь и так далее. Но помимо этого, здесь еще есть основы генетики. Это краудсерсинг. Оказалось, очень мощная сила, которая в России еще может быть недостаточно развита, больше за рубежом, да. Люди заходят, им кажется это интересным, они готовы там по один, по два, по десять, по сто рублей дать. И даже такое вот маленькое вложение на большом количестве людей дает хороший эффект. Пожалуйста, игра готова, и она будет доступна в магазин. Мнение общества является движущей силой Народной Академии. Благодаря общественной организации удалось реализовать на первый взгляд безумные идеи. Одна из разработок помогла сформировать команду для полета на Марс. Такая установка вполне может пригодиться и перед походом в ЗАГС. Когда вы летите 500 дней, эта несовместимость становится трагедией. Как ее вытащить? Ну как же, приборы, датчики, ничего не помогает. Люди маскируются, они хотят летать, они договариваются, ты меня понимаешь, да, я вот ручку туда, ты туда, все поворачиваешь, все синхронно, ты меня понял, да. Ничем не вытащишь, его надо напугать, испугать. Его поднять надо на платформе вдвоих сразу, и он, опа, у него включится инстинкт самосохранения. И на время все установки, которые они придумали для себя, что мы с тобой совместимы, исчезнут, и останется голяк. Чистая нервная система. И вот мы их ставим в этот бублик вдвоем и поднимаем. За короткое время они должны достать вот до 6 метров. Все очень просто. Фактор времени. Если они как можно меньше времени потратили, чтобы подняться наверх, балансировали, то они абсолютно совместимы. Но не все разработки удается внедрить и задействовать в реальной экономике. Изобретатели жалуются на монополию в промышленности и в производстве. Оформляя стенд и составляя описание продукции, инноваторы признаются, главная цель – найти инвестора. Наталья Иршова, Андрей Савин, телеканал «Просвещение». В Москве началась подготовка к 7-му московскому международному фестивалю искусств «Традиция и современность». Организатором фестиваля выступает Московский общественный фонд поддержки и развития современного искусства. Его президент, чемпионка мира по прыжкам в воду Вера Киселева, рассказала журналистам о целях и задачах фестиваля, его художественной композиции и мероприятиях. В этом году, помимо полюбившихся выставок, гости фестиваля увидят новые проекты, посвященные Году Голландии и Германии, которые проходят сейчас в России. Вера Киселева также отметила, что впервые в этом году фестиваль получил грант от администрации президента. Это первый раз в жизни, как я говорю, нам дали средства денежные от государства. Это уже радует, что на 7-м фестивале нас заметили. Это не все перемены, которые пережил фестиваль за год. Так впервые в этом году фестиваль будет проходить не в Манеже, а в Центральном доме художника. Наша программа не подходит программе «Манеже». Вы можете себе представить, я недавно смотрю, и там выставили машины. Машины вот так вот. Колесон называется. Колесон называется. Выставили машины, как будто в Москве нет больше места выставить машины на площадках международных выставках, где проходит. И много, и много. Я хочу сказать, что поэтому я был удивлен. Удивлен, и мне как-то стало больно, что художники где-то не входят в чьи-то идеи, в чьи-то программы. 7-й Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность» пройдет в Центральном доме художника с 26 по 30 июня. Под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства иностранных дел России и Российской академии художеств. Каковыми бы ни были перемены, традиционно зрителям представят широкую палитру живописи и декоративно-прикладного искусства, графики и фотографии, а также работы скульпторов и архитекторов. Задачи, проблемы и перспективы современного отечественного кинематографа обсудили на совещании Союза кинематографистов России. Главным на повестке дня стал вопрос, чем Союз кинематографистов и Министерство культуры могут помочь вчерашним выпускникам киновузов. Поддержку начинающим кинематографистам должен оказать недавно созданный при Союзе кинематографистов молодежный центр. Он станет площадкой для популяризации студенческого и дебютного кино. Здесь будут организованы секции документалистики с целью возрождения неигрового кино в России. На заседании была отмечена необходимость показывать картины молодых режиссеров в российских кинотеатрах. Идею поддержал народный артист России Евгений Герасимов. Он готов продвигать эту инициативу в Министерстве культуры Российской Федерации и правительстве Москвы. Как очистить землю и научиться экономно расходовать ресурсы? Свой вариант решения проблемы представили колумбийские студенты. Эко-тема стала главной на выставке землячества студентов РУДН из Колумбии. Колумбийские студенты Российского университета дружбы народов продемонстрировали, как можно дать отходам и мусору вторую жизнь. Из старого картона был сделан матрас, из свернутых газет получили занавески, а из пустых пластиковых бутылок и поролона получился стул. Благодаря усилиям южноамериканских студентов в ходе выставки в РУДН прошел латиноамериканский карнавал. Также гости выставки смогли познакомиться с историей Колумбии, попробовать колумбийский кофе, приобрести ювелирные украшения и национальные костюмы. Научиться рисовать сказочное небо, обсудить градостроительные проблемы Москвы и окунуться в атмосферу джаза. Эти возможности дарит интересная Москва. О лекциях и встречах в нашей рубрике «Афиша». В рамках Года Германии в России в Центре дизайна ArtPlay пройдет международная мультимедийная выставка «Научный тоннель Макса Планка», посвященная современным достижениям науки и технологии. Выставка предлагает вниманию посетителей 8 основных тем – вселенная, материя, жизнь, комплексность, мозг, здоровье, экология, общество. Посетители погружаются в мир научных исследований, где совершают путешествия в разные измерения, познают механизмы социальной адаптации человека, знакомятся с биохимическими процессами в растениях и мозге человека, узнают о турбулентных потоках, возникающих при образовании облаков. Романтичных гостей ждет международная выставка коллекционных кукол и мишек «Тедди» «Москва Фэр-2013». В рамках выставки совместно с фондом «Линия жизни» стартует благотворительный кукольный марафон «Тельдомания плюс», в котором примут участие текстильные куклы «Тильда», созданные художниками из разных городов России. В клубе «Конференция птиц» в особняке Купца Носова состоится вечер джазовой музыки «Весенний джаз-слет». В концерте принимают участие студенты, выпускники и преподаватели Московского колледжа импровизационной музыки. Для тех, кто готов добавить свою жизнь в новых красок, состоится мастер-класс по живописи «Экология не только на картинках». Художница с большим опытом Екатерина Кириллова совершенно бесплатно поделится основами и хитростями написания шедевра. Вам не потребуется совершенно никаких навыков школьных знаний. Что такое акварель вполне достаточно. Вы узнаете, как нарисовать море, снежные горы и сказочное небо. Мир образования, науки и культуры бесконечен, а наш выпуск, к сожалению, нет. Далее вас ждет прогноз погоды, а мы прощаемся. Увидимся, когда наступит наше время. Редактор субтитров А.Семкин